Друзья, всех приветствую, доброе утро. Ну как, для меня это доброе утро, для вас это просто день, вечер, кто-то кушает, всем приятного аппетита. В общем, такое чисто вступление, нежданчик для вас. Я все как-то там рассказывал, у себя в телеграм-канале, что я хочу чем-то заняться. Было три сферы, и все-таки я остановился на одной, ну по названию видеоролика вы уже все догадываетесь, что я беру. В общем, хотел изначально детейлинг, изначально я хотел заниматься машинами, но по итогу, потом я переключился на детейлинг. В общем, с помещением я не договорился, хотел взять гараж, но дорого, очень дорого, потом оборудование, оборудование. В общем, дешевле мне было взять погрузчик. Ну как, беру я его не прям за наличку, взял, конечно, я в лизинг с первым взносом, ну и с небольшим платежом в месяц. То есть, сейчас я, мы его до этого уже ездили, смотрели с механиком, там один парнишка, не знаю, если он захочет на камеру, я вас с ним познакомлю, хороший парень, такой шарющий, помогает мне, вообще красавчик. Сейчас я, короче, еду за водителем, который будет на погрузчике ездить у меня. В общем, все, я определился в сфере, я еще как-то, кстати, вот это место, вот это у нас на районе сейчас. Вот на этом самом месте я снимал видос с СЛСом, когда я ехал, я такой говорю, блин, хочу себе взять технику. И вот, прикиньте, вот, да, спустя время, все, дай бог, вот так сложилось, получилось, все-таки, как я хотел, так оно и получается. Сейчас поеду, заберу водителя, мы поедем туда, в сервис, ой, в сервис, говорю, в салон. Ну, сервис, салон, как бы, грубо говоря, почти одно и то же. Все, в салон едем, забираем его, все документы уже, все готово, все подготовлено. Я тут с ИП-шкой заморачиваюсь, в общем, каждый день выше крыши у меня дел, еще и машину тут ударил, машину восстанавливал туда-сюда. В общем, сейчас едем, забираем водителя, еду, забираю погрузчика, это китаец, Лон Кинг, трехтонник. В общем, все, все, что нужно, короче, самое то, что нужно мне. Новый полностью, в чехлах, вы можете заметить, что я сейчас счастливый, но не прям потому, что я еду за погрузчиком, да, тут три, три события. Это погрузчик, в первую очередь, конечно же, еще и машину себе взял, ну как, я ее стукнул, это немного болезненно для меня произошло, но машину сделал. Железо, сами понимаете, это все делается, главное, что сами живы-здоровы, да, туда-сюда. Ну и третье, я сегодня его забираю, получается, и сразу еду за мамой с сестрой, мы уезжаем в Оренбург отдохнуть, съездим к бабушке, к дедушке, к тете и дяде там и так далее. В общем, все, сейчас туда приеду, собственно, включусь, покажу вам, расскажу, будем работать, двигаться на погрузчике. В общем, пацаны, все, кто за меня газ держит, вы красавчики, от души вам вообще, за вашу поддержку. Все, кто там тоже меня хейтит, вам тоже от души, вы тоже немного мотивацию даете, но больше мотивацию дают те пацаны, которых я первых назвал. В общем, вы поняли, да, все, пацаны, все, кто меня поддерживает, вы красавчики, я вас обнимаю. И все, в принципе, газ держите, как обычно вы держите, поддерживайте меня, пишите там комментарии, ставьте лайки, в общем, все, я поехал. Сейчас для вас чисто застему дорожку Такую немного лайф формат Продолжение следует... Продолжение следует... Пару слов делаешь, братишка, на канал? Это, короче, Семен, механик О, мой парнишка Я вам уже рассказывал про него пока Снимал Вот он, погрузчик наш В общем, сейчас надо сделать Вот эти вот, видите, зубчики Нам надо будет поменять Нам надо будет поменять, короче, на нож сделать Чтобы планировку нормально делать Вот это снимать, короче, будем И здесь приколюха На этом погрузчике быстросъем То есть быстро снял Поставил тут, допустим, на зиму Там какую-нибудь щетку, не щетку Короче, можно все сделать В общем, как-то вот так вот это все Там я особо не снимал, когда мы его забирали Сейчас я вам здесь подсниму, все покажу Здесь, смотрите, момент Вот он с завода новый идет, да? Вот здесь вот эти вот моменты Вот это вот, ну это нормально Коррозия всякая Тут потертости какие-то Там надо будет сейчас сразу пару этих дел сделать Поменять Здесь у нас там небольшой зазор Нужно будет делать А так, он какой здоровый, пацаны Смотрите на него Просто огромный Вот так у нас здесь все в салоне выглядит Чисто новье, пацаны, прикиньте Думаю, бункер заклеить его Вот это у нас ковш Управляем ковшом Да вперед-назад, короче, нейтралка Это вот у нас пониженная, повышенная Первая рабочая, вторая по городу ездить Кондер здесь есть, все есть Вот сиденье, смотрите, в чехлах Все тут так Нормально Сделано, подстаканник есть Музыка даже, мафон Что он за наборчик Ты с кондером, да, ехал, Рома? Сюда? Нормально, дулан? Да, блядь, сначала включу, блядь, кипятком поливаю Аккуратик нас открыли, блядь Пацаны, смотрите, первым делом, что надо сделать Вот эти вот тюбики берете Тюбики, тубы Игорь Короче, вот смазка Берете, шприцуете И все четко у вас будет Надо сейчас закинули Открой, да, она открыта? Открой дверь Короче, вот такая смазка какая-то недорогая Полторашка вот за пять тюбиков И хватит надолго А где погрузчик-то там? А, вот он Вот он стоит Бродяга Это, короче, Семен, механик Красавчик-пацан Свой Вот это наша база, короче Здесь самосвалы, что по кайфу Там самосвалы Погрузчик еще у нас есть Два катка В общем, спутник плюс организация называется Это получается на первом, он так медленно, да? Это рабочая, чисто Вот, смотри Вот, чуть-чуть газу дай Не, на скорости же нельзя переключать? Нет Ой, хорошо Ой, хорошо И все, пацаны, вот так аккуратно Что там? Все, теперь первый включай Когда на месте стоишь, первый Ты, короче, мой инструктор Не, бомба его Очень хорошо, очень Чисто влог, понял На ютуб, братан Такая интересная тема Будет заходить Подписчикам? Да Тормоз не надо выжимать, чтобы переключить? Не, не, давай Показывай Давай А я думал, надо на месте Понял, переключать Чтобы коробки не было плохо Ну, слушай, он мягенький Не так-то Конечно, новое Все, все, все новое Не, вообще четко Блин, мне нравится Че по кайфу есть Кондиционер Да, мафан Вот, есть Шторка Шторка, да, есть Да, да, нет А, ебать Че, вот так воткну его? Я чисто выскочил Вот, пацанам на ютуб Показать, что это такое вообще Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра Да я, братан, сам здесь Развернусь Еще Этот, когда вот Ездишь, работаешь Допустим Ковш надо же, чтобы Вот так вот поднятый Был в таком положении да наоборот его надо нет я имею ввиду чтобы вот так завтра ты был чтобы не болтался или нет да ну-ка давай я спасему ты тут что-нибудь поделать ковшом бомбочка бомбочка ты тормози это запрыгиваем тебя прокатит нет кош кош делай бомбочка сразу нет сделай нет не сделай не хороший аппарат вообще а ну да семена игорь игорь мороси ду жизнь ты да куда лысый залез вот такая вот делюга пацаны игорь тоже здесь короче вот татры еще здесь стоят но не ремонтируются вся вот эта техника это короче нашего начальника игорь кадр хочется лезть вам игорь 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 поснять я вам решил поездку в Оренбург как я сюда вообще приехал показать наши виды мои родные края в общем я сам родом с Оренбургской области и сейчас я нахожусь на такой красивой локации сейчас вам покажу это получается у нас Эриклинское водохранилище очень красивое место сейчас я вам посниму такой красивый кадр под музыку поставлю приехал я отдохнуть к родственникам такое знаете душу успокаивающее такое как это умиротворение как это назвать правильно на своей родине всегда красиво по-своему и кто-то здесь живет кто-то да там кому-то это уже приелось типа одни и те же виды но вот просто посмотрите сюда вон сестра сам это просто вот водохранилище какие-то холмы степи море сейчас я вот здесь вот вам приспущу чтобы видно было вон там люди на лодке плывут просто на эти виды суслики мы сейчас ехали суслики там были бегали толстенькие такие в общем у нас здесь чисто лесов нету у нас степи кругом холмы такие где-то скалы горы вон там далеке можете увидеть в общем как-то так сейчас красивый кадр для вас снимать будет ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потом поставил он, короче, диски Кранзы называются Вот такие вот Мне как-то предлагали, когда у меня он был 430-й Мне как-то предлагали его Вот эти вот диски, типа, поставь, поставь Ну прикольно, в общем, смотрится Вот он мой Мы сейчас сорвались У нас погода вообще не позволяет Дождь на улице, все дела Сейчас чисто подснимем Для ютуба, в общем Порядка 350, да, ты вложил Когда-то у меня его забрал В общем, вложил Тут еще у меня момент был По задней правой двери У меня доводчик, получается, был сломан тут Вот он сделал Сейчас все работает Все закрывается Салон, на его салон Посмотрите, и, кстати, дверь он тоже менял Дверь же ты менял, да? Дверь менял Тут все печально, зверю было Просто на его салон Кто на меня давно подписан Кто меня помнит 430-го Просто это такая ностальгия Бумбочка Тебе пахан звонит В общем, сейчас поедем подснимем Пару красивых кадров Я сегодня уезжаю обратно в Тюмень Надо подснять Еле как выбрались С этой погодой не прогадаешь Пацанов вам взяли Чтоб с машины нам подснимали Несколько кадров красивых Все, в принципе У меня Сейчас застучал подшипник Ступичный Сейчас в Тюмень приеду, буду делать Вот она, братва Вот тучей можете наблюдать На эту погоду посмотрите Сейчас надо успеть Вон там уже дождик идет Вон там Надо успеть подснять Среди сотен дорог Здесь одна вещь твоя Возле черно-белых стен Сижу один с мыслями в голове Я в поисках себя, в поисках лавы Никто не знает, что у меня на уме Я возвращаюсь домой поздно Я забыл, что означает сон, ма Кто бы мог подумать, что я стану музыкантом И что же будет завтра Вот, короче, я взял у Димана камеру Сейчас снимаем номера Вот, и выдвигаемся на съемки Заснимем Бомбовые рилз Лайк тоже поставьте Я медленно мыслил Я медленно мыслил Медленно мыслил Медленно мыслил Медленно мыслил Делать выдох или делать выстрел Я медленно мыслил Это неделя, когда? Это неделя средневековых дуэлей И честно, мы не хотели, а мы не хотели Чтоб нас показывал телек Но если пули были в деле Пули будут в теле План перехват, мусора проверяют права Наша братва канитиле Гелик едет прямо к посту И дебсы чуют нас за версту Парат всей кипиш раздут Нас тормознут, типа, за лихую езду в общем сейчас занимались вот видите здесь у нас стояли зубе вот такие вот какие мы их сняли потому что нам надо будет ставить нож короче наращивать вот так вот примерно чтоб можно было хорошо там планировку делать ну то есть это куда лучше чем с какими с этими какими не все можно делать вообще вот эти клыки конечно как вариант так вот чисто сбоку поставить их чтобы если что то можно было что-то цепь подцепить там допустим перевести перетащить а так будем сюда наращивать нож уже нашли металл скоро будем ставить примерно вот так вот наверное на сюда будет все в принципе по толщине вот примерно столько будет на сантиметра 3 наверное да он где-то вот так чтоб четко можно было ровнять все он легко у меня там стоит в общем все сделали сейчас семена отвернули вот вот эти вот зубе у нас стояли видите уже поржавели к вы тоже руки только помог и все вот он уже у нас поработал вот последствия можно видеть немного чуть-чуть уже пошоркался здесь еще где-то моменты есть вот это вот уже облазит целлофан не снимали оставили целлофан и в салоне надо будет ковролин я хочу сюда закинуть ковролин поставить чтобы водитель просто садился там снял обувь ученого обувь там закинул поставил здесь чисто босиком ездит кондиционер включила чисто поехал сейчас нужно будет здесь мне шестигранником эти вот моменты потянуть немного разболтаны они с левой стороны что переднее что заднее колесо просто на нем какой огромный эти вот моменты тоже чистить на над это все чтобы не забивалась эти вот моменты смазывать и надо все вот это смазывается аккуратно все делается здесь тоже нужно следить тоже смазывать везде что все четко работал пыльник цвет у него не очень конечно глупон синий все в принципе в общем беда не приходит одна надо было мне на погрузчике короче вытащить эвакуатор я его вытащил пацаны со мной на легкие поехали на моем просто беда не приходит одна боковой порез отпусти чуть-чуть назад короче его вытащил эвакуатор теперь лег он эвакуатор сейчас город возьмем вот так бывает прочего чума лодова пока на свободной вахте давай давай ножик сделай ножик опусти нет-нет ножик ножик нож стрелу выше сделать стрелу выше стрелу выше а нож ниже давай давай ниже делай стой подожди тебе надо ее приподнять за нее заехать поставить и назад снять понял в общем друзья первое то вот так вот у нас проходит короче надо снять вот эти вот фильтра и там еще снизу фильтр есть вот у нас это с погрузчика это короче масло моно двадцатка это так чтобы слить вырежем это вот сколько она 8000 до или 9 8000 короче 20 года стоит семён подожди давай а ты чё сделал а я понял подожди вот вам лайфхак пацаны ё-моё всё там так солярки нет ты сейчас долг меня загонять и так уже долгов у меня на полмиллиона рублей нам уже духа посидимай посмотри я сейчас во всем чисто подожди а вот эти новые есть фильтра? да ты моросишь что? нет бы его находиться там изолентой вы закрыли нет ты чё а где они а вот же они а где а где кофе не а вот же она здравствуйте можно сейчас поставлю кофе в натуре надо было вот так и начать сейчас видос так мне нужно сделать то на погрузчике а где погрузчик а вот же он смотри вот эта вся херня короче в девять с чем-то ты считал а масло на лёхе поменять что ты понимал брать рублей 14 что ты сделал? я узря предъявил в смысле? она подходит ты в натуре пол бака вылил сейчас просто солярный давай этот где? подайся давай чей-то что ты делаешь? а чё? давай его жестите сейчас бы я открутил всё массово вылил погоди вот он распаковка да не на я же говорю о грязи не будет что-то тормози я из Саренбурга же родом братишки фуэл фильтр фуэл знаешь что такое по-американски? полный вроде как? полный что полный? фуэл ты сказал? или что ты говорил? фуэл брат это типа заправка не я не видел фуэл это же вроде полный нет? ну топливо типа а да? фуэл это же заправка ну типа топливо топливо не полное полный это фуэл нет? фуэл это чувствует по-моему фуэл это человека так в Америке зовут вот тебе первый подожди этот ты прием за чувак напиши мне распишись в журнале а то сейчас что-нибудь не так пойдет ладно второй распаковываем бомбовая тема да? блин точно фуэл это же трудно давай давай ты это проговаривай все на видос чтобы кто птичечки все знали шарили смазку да 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 реально? я думал плевать будем вот мусор сюда обязательно никогда не мусорьте ребят запись идет да? да дай сюда да подожди смазывай ты в него налей я тоже хочу в него налей ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа помощь соляркой будет пахнуть месяца два это вот дамы и господа это наша площадка я же вот расширять вот фура вот кран вон взлок стоит этот понял солярку здесь это стройка не стройка нет это как я обожаю вот эту тему понял понял детайлинг замутить я же хотел чаба зато чистый был в тепле бы сидел кофе бы чай выпил машину бы тонировал нет же надо было до залезть мама бабушка нет тем привет родственники смотрят вот мы занимаемся песочек у меня в ковше там песочек есть но ты взял видел да смотри до сих пор не снимали пленку но я хотел изначально от однако зачем вот это сделал самое нелюбимое поняли очистить выехал где-то грязь не грязь на дорогу уже нельзя таком состоянии или это не но чтоб чистый был ну что нас колес ничего друг не хотела дай попробую есть вся тряпка не нужно чтобы руки хотя будет или перчатки предлагали дайте не взял а чудову брат солярка она через перчатки долбит я ж на катке уже работа не знаю что я в ней купался не заправлять вот начальник привозил я просто вот эти канистры уставок который счастлива наверх закидывал и заливал просто у меня вот так вот солярка со всего с меня бьет я говорю приору сажался и садился у меня это как как сажался приору до сажался приору садился у меня это постоянно запах соляра стоял подожди дай залезу на дамы и господа дима в раз делает его но подручить за дурака короче смотри сейчас ты прокачивать чтобы фильтра прошла солярка ну я знаю это интересно она пошла нет уже солярка да посмотрим да пошла воздух уходит потихонечку качай качай лишь воздух пошел так слышу звуки вот что там стой подожди не все равно качай дальше просто андрюха выпуск меня на youtube снимает и смотрит еще параллельный выпуск не замок как на двух колесах марки это бодибилдер вот он подход пошел утяжка давай да вообще стрёмно все это придумано оборонку нормально ты раздать же ты как мы будем заливать я думал у меня по штане не течет это оказывается твой кроссовок если у нас кроссовка течет не кроссовком задела думал у меня по штане не уже течет а это ты мне еще что предлагаешь его завести на нем поехать да нет поеду научишься ты без прыжки что ли снимаешь зачем там же плохо видно короче понял света в общем дамы и господа мы сделали первое то на погрузчицу это к деньгам сделали первое то руки моем но они не отмываются просто водой у тебя есть какое-нибудь средство нет ты такой механик у тебя должно быть специально делая вот эта паста которая короче вот видишь вот все что осталось вот эти пятна сейчас мы его передвинем короче и уберем за собой мы же ныне свиньи там ничего в тюмени живем я даже понял когда маленький кусочек мусора есть я иду в мусор к выкину не могу его просто выкинуть а массу братам ключи все сейчас подкачиваем включил даты да все вижу это понял я на приори сюда то делать сначала зажигание повернул чик чик он покачал покачал потом бат завел здесь не так работа а как давай запускать запускать но в этот ключом пути еще раз вот так вот это вообще просто по себе сними себе пацан в робе работал понял роба чистая зато джинса грязная джинса тоже джинсы джинса одна если одна штанина как правильно джинсы же джинса да ладно семен что ты я тебе могу свои бананки отдать я их все равно не нашел у меня дома широкие джинсы есть запускай серьезно не надо чтобы работал опять глушить все капиталка запускай руки давай давай по-моему на капиталку встриали морозишь не говори так надо сколько капиталка здесь стоит пойдем короче каток вот стоит на котором я работал на нем надо новый двигатель миллион а капиталка больше прикиньте я не знаю даже мне страшно услышать цифру сколько здесь будет стоить капиталка реально даже не настолько капиталка сколько сам двигатель потому что он новый считать только первое то сделали ты прикинь сейчас такая если бы тема в плане я бы я бы не знаю куда идем он как будто с крыльями едет понял смотри первым делом ковш поднимаем всегда нужно ездить вот в таком положении там видно на на камеру короче надо чтобы он плане ты был все вот смотри вот у меня коробка передач раз в заднюю воткнули спокойненько в городе бомбовая тема можно еще радио обратно валить и 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 а и и и и и и Вот так, брат, я просто вот так и работаю в этом. Надо флешку поставить. Что он там делает? В общем, сейчас вам хочу подснять кусочек рабочих моментов, потому что все никак, руки не доходили, да и в принципе не до этого было. Сейчас появилась свободная минутка. В общем, смотрите, внимание на право вот это вот заднее колесо. Это, короче, вот сегодня я здесь работал, наехал на какую-то арматурину, боковой порез на все колесо и все, в общем. Ездил на шинку, был простой у меня по работе. В общем, сейчас объясню вкратце и потом про колесо вам расскажу. Смотрите, вот здесь у нас песочек, здесь у нас такой кишмиш, строительный мусор, короче. Здесь вот я делаю дорогу, то есть нужно сделать так, чтобы вот здесь вот это будет, это мост, то есть, да, понятно, это вот мост, там, короче, речка, типа. Вот это вот я все засыпаю, вот здесь я уже сделал примерный заход сюда. Ну, то есть съезд, заезд, да, вот сделать более-менее, чтобы вот так вот. Вот вон плиты там лежат, вот эти вот, вот они будут здесь, в виде моста. В общем, вот видите, вот здесь вот я сделал поддоны. Короче, тут острые углы у этих свай. Вот смотрите, вот видите, если я на него наеду, все, сразу же еще один баллон. В общем, суть в чем, один баллон обошелся мне сегодня в 44 тысячи, нет, если быть точным, 42 тысячи с доставкой по городу. И плюс шинка, то есть человек снял, поставил, 5 рублей. Вот и считайте, почти полтинник. Один баллон, один. И это вообще жесть. И сейчас, когда вот мне сказали вот этот вот план работ, что мне нужно сделать, я просто в шоке стую, потому что я понимаю, если сейчас еще один баллон засажу, то у нас за день получается 100 тысяч рублей, потрачено на погрузчик. В общем, как-то так. В общем, смотрите. Вот это вот я сейчас все высыпаю, потихонечку, аккуратно, ковшом назад срезаю, чтобы у нас более-менее плавный такой заезд и съезд получился здесь. Вот тот вот мусор, я его полностью, из него делаю конфетку. То есть вот там вот я срезаю, вот так вот кучку здесь формирую. И вот так вот потихоньку, потихоньку вот сюда, в общем. Сейчас попробую от руки подснять, не знаю, что получится, потому что здесь две руки нужно работать, в принципе. Он такой вот грязный у меня. Его надо помыть, отмыть. Здесь у меня радио играет. В общем, смотрите. Сейчас я его баблю. Как я делаю? Чисто вот для тех, кто, допустим, не шарит. В принципе, как и я до того момента, пока мы его не купили, этот погружек. Смотрите. Вот у нас есть ковш. Сейчас я его подниму. Вот он. То есть что я делаю? Вот у меня джойстик. Влево это сам ковш вот так поднимается. Вниз это то есть стрела вниз. На себя понятно, да, это стрела вверх. И вот в эту сторону у меня ковш опускается сам. В общем, смотрите, как я это все делаю примерно. Я подъезжаю. Плюс-минус. Нужно подъехать так, чтобы я назад это потихонечку уваливал. Вот берем ковшик. Раз, поднимаем здесь, да? Вот в этот момент. Еще можем поднять. Подняли, подняли, подняли. И все вот так аккуратно заднюю втыкаем. Еще ковшик чуть можно приподнять. Стрелу точнее. И вот потихонечку сейчас будем вот так присыпать. Вот видите, пошла жара. Все потихонечку вот так вот сыпем, сыпем, сыпем. Все вот так вот присыпали. Раз, подняли. Вот видите, сейчас пыль. Сейчас я отъеду, чтобы она мне тут в кабину не залетала. Сейчас она рассеется. Берем аккуратно. Первую скорость ставим. И все это дело теперь ровняем ковшом. То есть, что я делаю? Вот у меня стрела вверх. Сам ковш вниз ножом. Лезвием, чтобы было проще вам понять. Поднимаемся прям аккуратненько вот так. И все, и вот мы его опускаем. Тут, конечно, не видно нас с улицы снимать, чтобы вам более-менее понятно. Еще чуть заедем. Все, вот примерно нож поставили, заднюю дали. И вот потихонечку просто. Чуть-чуть приподнимаем ковш. Потому что слишком крутой будет спуск. И вот так вот это дело. Вот тут можно уже приспустить. Вот так вот этого дела равняется. То есть, сейчас я вам покажу. Вы сейчас до этого видели, да, что здесь было? Она неровная была. А, ну как? Более-менее. Так, ручник. Все. Вот оно. Фу, напылил. В общем, смотрите. Вот плюс-минус я подровнял. Это все дело. Ну, здесь еще нужно будет мне проходить. Я это уже без камеры сделал. Это я вам так чисто прикинул, чтобы у вас понимание было. Все, вот так вот это делаю. И сверху потом оттуда еду, песочек беру и песочком сверху присыпаю, чтобы у нас техника вся, весь транспорт, даже легковые машины могли здесь проезжать. Все, в принципе, ничего сложного. А так, пацаны, просто за сегодняшний день минус 50 тысяч на колесо, чтобы вы понимали, это 17,5 на 25 радиус. Вот оно. И кто вот, если смотрит этот выпуск, пацаны, вы думаете, типа, как вот молодой, да, там, грубо говоря, что мне сейчас 24, ну вот 25 скоро будет в октябре. Типа, вот молодой там, кто-то помогает, что-то как-то. Да нет, пацаны, не думайте так. Эта техника, я ее не пришел, за наличку не купил. У меня есть друзья, то есть я им предложил, говорю, пацаны, будем работать. Может, давайте замутим. И все, и со своими кентами мы их сели, обговорили. И все, в принципе, ну как с кентами, с друзьями, да, с хорошими, вот. У меня два друга есть. Все, мы заморочились, взяли погрузчика. Вы не думайте, что я там при деньгах каких-то там чей-то там родительский сынок, да, который там, я не знаю, просто на все готовое. Вот своими силами, своим трудом вот куплено. И сейчас мы потихонечку развиваемся, работаем, базу себе набиваем, клиент, клиентов. И чтобы вы понимали, у меня вообще понимания не было в погрузчике, как на нем работать. Мне один раз на стройке мужик показал, я у него попросил. И все, в принципе. Я приезжал, вот по заявкам ездил. Мне бывали такие моменты, мне говорили, типа, ой, да все, брат, езжай, типа, ты не умеешь, ты плохо ездишь. Как бы я сразу объяснил, что, ну, я стажер, поэтому ценник чуть поменьше берем. А сейчас вот я уже, мосты, что пока я могу сделать, дом, не дом, но это и так, да, уже. Все равно, чему-то нужно учиться, поэтому, пацаны, чисто мой вам совет, развивайтесь, пробуйте себя в любых сферах. Но не думайте, что это все так просто. У меня лизинг ежемесячный, платеж сто семь тысяч, сто семь, что ли, там. И вот, чтобы вы понимали, у меня столько проблем сейчас было, когда я его взял. У меня и машина моя, я там в аварию попал. И у меня погрузчик еще, то есть, и там, и тут тоже мне денежка нужна. Но в основном все сюда идет. Леху я уже даже ничего не вкладываю, он у меня просто стоит, я на нем не езжу. Поэтому не думайте, что все так просто, все так легко в этой жизни. И на меня не смотрите, не думайте, что я там при деньгах, там, как-то что-то поднялся. Нет, это все тяжело, пацаны. Я, грубо говоря, у них большой плюс, но работаю. А так, чисто работайте, добивайтесь своих целей, мечтайте. Пробуйте себя в любых сферах, вообще без разницы каких. Вот я захотел технику, я попробовал. Я хотя в технике с мая месяца пока работаю. В общем, все, всех обнял.